Приветствую вас, и, конечно, сложно представить, как вам тяжело, хотя и может. На мой взгляд, проблемы, которые у вас происходят, та ситуация, которая у вас сейчас имеется, решается через направление в определенные стороны, что в своей глупости даст вам комплексное решение и выгод из собственных обстоятельств. Первое – это свое здоровье и акцентирование внимания на именно нем. То есть, как я понял, ни ваш мужчина, ни мама не очень-то сильно заботятся о вашем именно физическом здоровье. Это означает, что ответственность за него, за то, чтобы ваш организм был здоровым, чтобы он нормально жил, нормально обеспечивал вашу деятельность, нужно все-таки пройти для этого соответствующее лечение, соответствующее обследование. То есть, необходимо с физиологической точки зрения убрать все возможные причины, все возможные блоки для того, чтобы вы могли жить с этой стороны максимально комфортно и активно. Далее, речь идет про мужчину. Тут, я думаю, нужно понять, что мужчине действительно тяжело, и он сейчас переживает далеко не самый лучший период своей жизни. Кроме того, отдельно нужно сказать, что его другая женщина, мать его детей, не имеют права запрещать ему, как отцу, видеться с ними. То есть, то, что она делает это неправомерно. И, соответственно, мужчине необходимо подать на нее отсюда за то, что мать его детей не дает ему общаться с ними. Это противозакон. Конечно, если нет каких-либо действительно обстоятельств серьезных, которые мешают его общению с детьми. Но тогда, простите, мужчина виноват сам, и вы здесь ни при чем, как ни при чем, допустим, ваши родные и ваши дети. И получается в этом случае, что мужчина просто-напросто ищет оправдание, повод для того, чтобы от вас отдалиться, с вами, может быть, расстаться. Я тут уж не знаю, как будет правильно, потому что это третье лицо, а не вы. Но в любом случае, если вы хотите ему помочь, то помочь ему можно именно, да, ищите основную проблему детей. Далее, что касается вашей мамы, то ее тоже нужно понять. И вообще, понять причины ее поведения, понять, что, скорее всего, она женщина уже очень пожилая и серьезно к ней носиться не стоит. Более того, необходимо ее именно пожалеть. И когда вы сможете свое отношение к ней построить вот так, то есть, предстанете воспринимать ее как серьезного, одноправного вам партнера, будете воспринимать как, ну, как пожилого человека, да, не совсем точно, адекватно воспринимающего окружающий мир, вам будет легче с ней уживаться, потому что вы будете ограничивать ее влияние на вас. Параллельно, конечно, нужно, исходя из ваших интересов, опыта, способностей, искать работу, чтобы вы все-таки не сидели дома, чтобы вы все-таки чем-то занимались, может быть даже не работа, а хобби, и таким образом налаживать вашу жизнь, чтобы вы, придя к какому-то решению именно с мужчиной, все-таки еще и жили бы для себя, делали что-то для себя, то, что вам интересно, то, что вам нужно и так далее. И если с мужчиной у вас этим ничего не получится, чтобы вы все-таки старались жить дальше, старались как-то развиваться и нашли бы себе все-таки достойного спутника жизни, который смог бы вам принести то самое счастье, которое вы заслуживаете. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.